Давайте начнём с 21 главы Евангелия от Матфея. Я хочу говорить о пути к обретению этой силы. Я хочу, чтобы вы чётко увидели этот путь. Путь к силе. Или, иначе говоря, путь к достижению результатов. Путь к силе или путь к достижению цели. Если вы не достигаете результатов в вашей жизни, я дам вам направление. Следуя которому, вы сможете добиваться задуманного. То, что вы сейчас услышите, не будет чем-то новым. Это всё вам хорошо знакомо. Но вам придётся принять решение следовать этому, если хотите чего-то добиться. Многие люди ничего не добиваются лишь потому, что они слишком ленивы, чтобы сделать то, что необходимо для достижения цели. Я призываю вас не быть ленивыми. Я призываю вас внимательно слушать то, что я буду говорить, принять услышанное и решить выполнить то, о чём я буду вам проповедовать. Так жаль, что после проповеди многие люди уходят без плана реализации услышанного. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали. Мы будем изучать Библию. Я постараюсь совсем не быть эмоциональным. Я хочу представить вам истину. Если вы хотите чего-то добиться в своей жизни, вы последуете этой истине. Если вы поступите так, вы добьётесь многого. Вот с чего я начну. Мы говорим о пути к силе, о пути к результатам. Вы не раз слышали, что любая неудача в жизни связана с недостатком молитвы. Вы ничего не добьётесь в жизни, если не примете решение сделать молитву основанием любого успешного дела. Вы добьётесь успеха, лишь сделав молитву стилем своей жизни. Молитва, по моему мнению, и это лишь моё мнение, в котором я твёрдо убеждён, это высшее призвание. Когда человек перестаёт молиться, он уменьшает потенциальную возможность добиваться успеха в жизни. Один великий проповедник 40-х годов однажды сказал, на его проповеди приходили огромные толпы людей. На его служениях происходили величайшие чудеса. И когда его спросили, почему всё это происходит на его служениях, он сказал, что наполняет свои проповеди силой с помощью молитвы. Он говорил, что молитва наполняет его проповеди силой, что молитва позволяла ему добиваться больших результатов, чем что-либо иное. Порой он приезжал в город, в котором никто не знал о его приезде, и проводил время в молитве так долго, пока молитва не наполняла его проповедь силой. Просто задумайтесь об этом. Она делала его проповеди сильными. Что происходило? Его проповеди обретали силу достигать результатов. Молитва может наполнить силой не только проповедь. Молитва может наполнить силой всю вашу жизнь. Вы должны принять решение, я буду человеком молитвы. И речь не только о молитве. Когда я говорю о молитве, как о стиле жизни, это можно один час молиться утром, но встав с постели, совершенно позабыть о Боге. Очень важно, чтобы вся ваша жизнь была наполнена молитвой. А это значит, что вы должны быть в молитвенном настрое на протяжении всего дня. Моя жена заинтриговала меня одной мыслью на тему «Завет мира». Я проповедовал об этом несколько лет назад. Всегда можно что-то упустить. И я начал думать об этом. Дело в том, что, когда проповедуешь о страхе, приходится говорить и о мире. Осознав, как жить без страха, нужно научиться жить в мире. Ведь мир — это покой посреди бури. Когда еврей спрашивает «Машалом?» То есть, как ваш мир? Другой еврей отвечает «Мой мир в порядке. Со мной все хорошо». Я вспоминаю женщину, у которой умер сын. И пророк спросил ее «Как твой мир?» Ее ответ полностью противоречил происходящему в ее жизни. Вот как она ответила «Со мной все хорошо». Как можно говорить такое, когда обстоятельства говорят об обратном? Что она делает? Она обращается к «Завету мира». После этого пророк воскресил ее сына из мертвых. Все, что было плохо, пришло в соответствии с ее исповеданием. Теффи заставила меня серьезно задуматься. Она сказала «Вот что мы будем делать. Мы будем говорить «У нас все хорошо». И это не так просто, как кажется. Иногда я забывал об этом. И тогда Теффи поправлял у меня «Все хорошо». Я смотрел на нее «О, да, все хорошо, все хорошо». Я планирую продолжать в таком же духе до тех пор, пока я не стану говорить эти слова автоматически. Все в порядке. Ведь, возможно, кое-что в нашей жизни нуждается в воскрешении. И мы должны подготовиться к этому, говоря «Все в порядке». Возможно, ваша жизнь превратилась в ад. Но ни в коем случае не соглашайтесь с этим. Скажите «У меня все в порядке». Друзья мои, это тоже молитвенный настрой в жизни. Молитва — это не только то, что вы делаете в своей тайной комнате. Молитва — это осознание Бога на протяжении всего дня. И результаты будут потому, что теперь вы молитесь действительно непрестанно. Вы не перестаете молиться. Вы продолжаете молиться. Вы продолжаете проводить время с Богом. Вам необходимо желание молиться. И вам нужно просить Бога о том, чтобы Он дал вам это желание. Скажите ему «Господь, дай мне желание молиться, дай мне желание проводить время в общении с тобой». После того, как у вас появляется желание делать что-то, необходима дисциплина, чтобы делать это регулярно. Я хочу делать это, но мне также нужна дисциплина, чтобы делать это постоянно. «Дух Святой, помоги мне быть дисциплинированным». И когда вы перейдёте от дисциплины к получению удовольствия от молитвы, именно тогда вы и начнёте видеть чудеса. Я не прошу вас заставить себя молиться усилием воли. Усилие воли помогает лишь на короткое время. Люди заставляют себя молиться усилием воли, но результат в этом случае будет коротким. Я говорю с вами о силе Духа. Я говорю с вами о том, что мы должны полагаться на Святого Духа и просить Его о помощи. «Дух Святой, дай мне желание молиться». Вы полагаетесь на Святого Духа, и вдруг у вас появляется уникальное желание молиться. Это желание родилось в результате вашей молитвы Святому Духу. «Бог, дай мне желание молиться». Вы должны трезво оценить своё состояние. Признайте, что у вас нет желания молиться. Это плохое исповедание. Это правда. Это правда, и вам нужна помощь. Вам нужно попросить Бога помочь вам в молитве. «Дух Святой, дай мне желание молиться». «Господи, я хочу хотеть молиться». «Хочу желать этого». И если вы откроетесь Ему, Он начнёт помогать вам, и тогда у вас появится желание молиться. Потом наступает черёд дисциплины. Вы говорите, «Я буду молиться в это время каждый день». Это не закон. Вы лишь говорите себе, «Я буду следовать своему решению до тех пор, пока молитва не станет для меня привычкой». Молитесь каждый день в определённое время. Потом примите решение, «Я буду молиться дважды в день», или «Я буду проводить время с Богом на протяжении дня». Это и есть сила. Вы можете кричать, «Сила!», но если результата нет, то значит и силы не было. Вам нужна такая сила, которая приносит результаты. И тогда в вашей жизни происходит то, что окружающие никак не могут объяснить. Вот и правительству сейчас нужна сила, чтобы преодолеть этот экономический кризис. Одной стратегии и знаний недостаточно. Нужна сила. Некоторые вещи просто невозможно сделать своими силами. Необходимо помазание. Сила с небес. И когда это есть, есть и результаты. И всё в вашей жизни в порядке. И тогда вы счастливы. Молитва становится тем местом, где вы добиваетесь успеха. Добиваетесь успеха. Мне нравятся эти слова. Добиваетесь успеха. Позже мы будем говорить о свершениях. В Библии говорится о свершениях. Что это такое? В Евангелии от Матфея, в 21 главе, в 12 стихе говорится, что Иисус вошёл в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. Во время молитвенной конференции мы назвали это «Домом чистоты». «Дом чистоты» — это показатель вашего желания. Когда вы готовы вычистить свой храм, когда вы готовы простить всех, кого вы должны простить, когда вы понимаете, что должны поступать в любви, именно тогда вы становитесь «Домом чистоты», и именно тогда у вас и появляется желание сделать что-то. Ваше желание проявляется в вашей готовности очистить свой дом. Смотрите, что происходит в следующем стихе. «И говорил им, написано «Дом мой, домом молитвы наречётся», а вы сделали его вертепом разбойников». Смотрите, что происходит. Когда вы очищаете свой дом, когда вы очищаете свой дом, вы становитесь «Домом молитвы». Это говорит мне, что пришло время начать дисциплинировать себя, чтобы стать таким «Домом молитвы». И что происходит, когда человек становится «Домом молитвы»? и приступили к Нему в храме слепые храмы, и Он исцелил их. Что происходит, когда вы становитесь домом молитвы? Вы становитесь домом силы. В таком доме достигают целей. Заметьте последовательность. Нельзя сразу стать домом силы, не став сначала домом молитвы. Об этом говорится на протяжении всего Нового Завета. Иисус переходил с одного места молитвы на другое, и между этими местами у Него были результаты. Он переходил с одного места молитвы на другое, и между ними Он добивался результатов. Он дал нам пример. Он показал, что нам нужно делать, чтобы в жизни была сила. Нам нужно переходить с одного места молитвы в другое, и в пути наслаждаться результатами. А после того, как люди получили исцеление, они начали прославлять Бога. Из дома силы храм превратился в дом хвалы. Это и есть стадия наслаждения. Вы видите исцеление. Вы видите другие проявления силы. Вы получаете наслаждение от времени, проведённым с Богом. Как приятно проводить время с Богом. Теперь мы знаем, как начинается путь к силе. Путь к силе начинается с молитвы. Я бы хотел немного дополнить. Если вы откроете 41-й псалом, первый шаг на пути к силе — это молитва. Молитва как стиль жизни. Есть некоторые аспекты внутренней жизни, которые необходимы, чтобы достичь этого места силы. В 41-м псалме мы видим то, что я называю повелением Давида. Это повеление Давида. Я хочу, чтобы вы знали кое-что о Давиде. Давид добивался целей. Он добивался побед в битвах. Он добивался результатов. Этот человек действовал и добивался успеха. О нём можно много говорить, но я хочу, чтобы сейчас вы знали, что это был человек, который добивался результатов. Давайте прочитаем 41-й псалом, 2-й стих. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Мы видим жаждущую лань. В 3-м стихе мы читаем. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Вот то, над чем нам нужно начать работать, если вы действительно хотите увидеть результаты в вашей жизни. Вот оно. «Я хочу жаждать Бога». «Я хочу жаждать Бога». И это на первом месте. Если молитва — это место обретения силы, мне нужно жаждать Бога. И с этим вы тоже можете прийти к Богу. «Бог, вложи в меня жажду по Тебе. Господь поможет вам обрести эту жажду. Дай мне жажду. Просите такой жажды». Давид говорит, «Господи, я жажду Тебя, как талань, которая стремится к потокам воды. Я жажду Тебя. Я стремлюсь к Тебе. Я жажду Тебя». Есть нечто общее, что объединяет всех библейских персонажей, которые добивались результатов в своей жизни. Они шли за Богом. Они жаждали Бога. Они все следовали за Богом. Я думаю, что современная церковь потеряла это. Она потеряла жажду по Богу. Я молюсь о том, чтобы Бог вновь наполнил церковь жаждой. Я молюсь, чтобы люди так жаждали Бога, чтобы эта жажда заставляла их идти на урод Библии в холодный вечер. Почему ты идешь в церковь? Я жажду Бога. Именно это должно заставлять тысячи людей идти в церковь в воскресенье. Я жажду Бога. Я жажду Бога. Верьте вместе со мной, что люди в этой стране начнут жаждать Бога и будут стремиться к тому, чтобы в их жизни было больше Бога. Больше Бога. Когда в человеке появляется жажда Бога, он начинает искать. Библия обещает нам, что ищущий всегда находит. Когда человек жаждет Бога, он стремится к нему, читает и слушает Его Слово. Человек слушает одну проповедь, и ему хочется еще и еще. Человек не может и часа прожить без общения с Богом. Он общается со своим духовным отцом. И когда вы проводите время в молитве, когда вы жаждете, стремитесь к Богу, пребываете в доме молитвы, высвобождается сила, и вы получаете результаты. И это только усиливает вашу жажду. Усиливает вашу жажду, стремится к Богу. Вчера я размышлял над одним отрывком из Библии, где сказано жить с благодарением и хвалой. С благодарением и хвалой. Пусть в вашей жизни будет мир номер один. И благодарение номер два. Это опять возвращает меня к словам, «Со мной все в порядке». Это не значит, что в вашей жизни все должно быть хорошо, но это значит, что вы отвечаете за то, чтобы в вашей жизни был мир, и вы были благодарны. Это значит, я ничего не ожидаю, но я за все благодарен. Я не жду, чтобы кто-то что-то для меня делал. Но если кто-то что-то для меня делает, я благодарен. Вы меня понимаете? Это помогает избежать разочарований. Задумайтесь о моих словах. Я жажду, я жажду. Я желаю, я ищу, стремлюсь к нему. И вот по дороге домой с работой вы уже разговариваете с ним. Это как жажда, которую невозможно утолить. Когда вы достигаете этого состояния, поверьте, у вас будут результаты. Они точно будут. Время, проведенное в Божьем присутствии, это всегда время, проведенное с пользой. В присутствии его полнота радости. Вы можете сказать, «После моей молитвы ничего не происходит». Вы сами аннулируете результаты своей молитвы жалобами и недовольством. Вам нужны мир и благодарность. Зачастую мы аннулируем свою молитву с своим неправильным отношением, когда жалуемся и ноем. Недовольные люди не смогут насладиться тем лучшим, что предлагает им Бог. Недовольным людям трудно получить хоть какой-то результат. Всегда есть причина, по которой вы не получаете просимое. попросите Бога. Отец, дай мне жажду и стремление неодолимое желание быть в твоем присутствии. Слово «желать» — это очень сильное слово. Я желаю присутствия твоего. Исайя 55. Исайя 55. Давайте откроем. Исайя 55. Я уверен, что самое лучшее, что вы можете сделать из сострадания к человеку, это научить его Божьему Слову. Библия говорит, что Иисус сострадал людям и учил их. Он сострадал им и учил их. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Я не завершу эту серию проповедей до тех пор, пока... Моя жена так сказала мне об этом. Люди должны понять, что могут быть успешными. Она сказала, если ничего не будет меняться в лучшую сторону, тогда зачем мы вообще говорим? Люди должны понимать, что они могут побеждать. Давайте откроем книгу Исайя 55 главу. 11 стих. Исайя 55. Первый стих. Послушайте этот призыв. Давайте прочтем эти строки вместе. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы, вино и молоко. Слушайте, жаждущие, идите все к водам, даже если у вас нет денег». То есть могут прийти даже те, у кого нет денег. «Идите все к водам, даже если у вас нет денег». Обратите внимание, что приглашение звучит для жаждущих. «Да придут жаждущие, даже если у них нет денег». Знаете, что это значит? «Если вы так сильно жаждете, я дам вам все, в чем вы нуждаетесь. Если вы так сильно хотите, я дам вам все, в чем вы нуждаетесь, если вы так сильно жаждете». В оставшееся время я хочу показать вам нечто удивительное. «Я верю, что у человека должна быть сильная молитвенная жизнь. Я верю, что человек должен жаждать. Но я также верю». Послушайте меня и задумайтесь. «Для чего я молюсь и для чего ищу Бога? Для чего я молюсь и ради чего ищу Бога?» Это вопрос, на который большая часть религиозных людей не могут дать ответа. «Ради силы». А откуда она приходит? Она что, упадет на вас с неба? «Сила!» Хорошо, но как она приходит? Я молюсь и жажду Бога, и сила приходит. Я очень хочу, чтобы после этой серии учений вы знали, чего ожидать. Задумайтесь. Когда я провожу время с Богом в молитве, в изучении Божьего Слова, зачем я это делаю? «Потому что я хочу услышать Его голос?» «Потому что я хочу услышать Его голос?» «Я хочу услышать Его голос». Конечно, можно подойти к этому и религиозно. Вы скажете, «Я молюсь по пять часов в день». Это хорошо. А что вы услышали? Я хочу, чтобы вы задумались. Вы что-нибудь услышали? «Я прочитал пять глав». «Отлично!» «И что-то услышал?» «Я весь день пребывал в Божьем присутствии». «Превосходно!» «Что-то услышал от Бога?» «Задумайтесь об этом». «Я ищу Бога. Я пащусь. Я молюсь. Я жажду Его, потому что хочу услышать Его». Способность получать результаты заключается в том, что Он отвечает нам. Если бы был закрытый сейф, и я дал бы вам комбинацию цифр для замка, то в этой комбинации была бы заключена сила открыть сейф и получить то, что в нем находится. Принимая этого внимание, я бы хотел поговорить о том, что я читал всю свою жизнь и думал, что хорошо это понимаю. Я рад признать, что понимал это лишь отчасти. Я также рад сказать, что теперь я значительно лучше понимаю это и с радостью делюсь этим пониманием с вами. Давайте откроем послание к римлянам, 10 главу, 17 стих. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Я был крайне изумлен, когда прочел эти слова и получил от Бога откровение. А ведь это было здесь все время. Итак, я хочу, чтобы вы прочли послание к римлянам, 10 главу, 17 стих вслух, словно вы читаете эти строки впервые в жизни и никогда не слышали проповедей об этих словах. Готовы? Читаем. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Я задам вам вопрос о прочитанном. Как приходит вера? От слышания. Итак, давайте разобьем ответ на части. Мы знаем, что вера приходит от слышания. Мы знаем, что вера приходит от слышания. То есть, я должен что-то услышать. И мы также знаем, что вера приходит от слышания чего? Божьего слова. По какой-то причине, по прошествии многих веков, мы свели эти слова лишь к тому, что вера приходит от слышания и слышания того, что мы читаем в Библии. Но ведь здесь не это написано. Конечно, то, что мы читаем в Библии, крайне важно. Но здесь написано, что вера приходит от того, что мы слышим. А что мы делаем? Мы не слушаем, а читаем. То есть, мы пытаемся обрести веру от прочитанного, забывая о том, что нужно еще и слушать. То, что я читаю, это начало, которое позволит мне услышать. Но если я ничего не услышу, веры не будет. Потому что вера приходит от слышания голоса Божьего. Я слушаю Слово Божье. Я слушаю Слово Божье. Совершенно понятно, что если здесь написано, что вера приходит от слышания Божьего Слова, значит, Бог должен что-то сказать. Бог должен что-то сказать. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте откроем 28-й Псалом. 28-й Псалом, 4-й стих. Когда откроете, найдите 4-й стих. Послушайте, что здесь написано о голосе. 4-й стих. Готовы? Читаем. Глаз Господа силен. Ведь именно этого мы и ищем. Нам нужны результаты, так? Здесь написано, что сила в голосе. Голос Господа силен. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Но здесь не совсем ясно, что вера, вера Божья, приходит не только от того, что вы читаете Божье Слово. Этого недостаточно. Позвольте мне зачитать кое-какие свои примечания. Этого недостаточно. Это не то Божье Слово, которое производит в нас веру. Я знаю, что некоторых из вас эти мои слова приводят в замешательство. Вера это доступ к Божьей силе. Только с помощью веры мы можем получить доступ к Божьей силе. Послушайте дальше. Недостаточно просто слушать Слово Божье. Сегодня я проповедую вам Божье Слово. И то, что вы сегодня слышите, недостаточно. Когда вы приобретаете аудиозапись проповеди, этого недостаточно. Это начало. Это необходимое начало. Но это не конец. Это лишь начало. Давайте откроем послание к римлянам, 10 главу, 17 стих. послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Я был крайне изумлен, когда прочел эти слова и получил от Бога откровение. А ведь это было здесь все время. Итак, я хочу, чтобы вы прочли послание к римлянам, 10 главу, 17 стих, вслух, словно вы читаете эти строки впервые в жизни и никогда не слышали проповедей об этих словах. Готовы? Читаем. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Я задам вам вопрос о прочитанном. Как приходит вера? Как приходит вера? От слышания. Итак, давайте разберем ответ на части. Мы знаем, что вера приходит от слышания. Мы знаем, что вера приходит от слышания. То есть, я должен что-то услышать. И мы также знаем, что вера приходит от слышания чего? Божьего Слова. По какой-то причине, по прошествии многих веков, мы свели эти слова лишь к тому, что вера приходит от слышания и слышания того, что мы читаем в Библии. Но ведь здесь не это написано. Конечно, то, что мы читаем в Библии, крайне важно. Но здесь написано, что вера приходит от того, что мы слышим. А что мы делаем? Мы не слушаем, а читаем. То есть мы пытаемся обрести веру от прочитанного, забывая о том, что нужно еще и слушать. То, что я читаю, — это начало, которое позволит мне услышать. Но если я ничего не услышу, веры не будет. Потому что вера приходит от слышания голоса Божьего. Я слушаю Слово Божье. Совершенно понятно, что если здесь написано, что вера приходит от слышания Божьего Слова, значит, Бог должен что-то сказать. Бог должен что-то сказать. Аллилуйя! Давайте откроем 28-й псалом. Оставьте здесь закладку. 28-й псалом, 4-й стих. Найдите 4-й стих. И послушайте, что здесь написано о голосе. «Глаз Господа силен». Ведь именно этого мы и ищем. Нам нужны результаты, так? Здесь написано, что сила в голосе. Голос Господа силен. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Но здесь не совсем ясно, что вера, вера Божья, приходит не только от чтения Божьего Слова. Этого недостаточно. Позвольте мне зачитать кое-какие свои примечания. Этого недостаточно. Это не то Божье Слово, которое производит в нас веру. Я знаю, что у некоторых из вас мои слова приводят в замешательство. Вера — это доступ к Божьей силе. Только с помощью веры мы можем получить доступ к Божьей силе. Послушайте дальше. Недостаточно просто слушать Слово Божье. Сегодня я проповедую вам Божье Слово. И то, что вы сегодня слышите, недостаточно. Когда вы приобретаете запись проповеди, этого недостаточно. Это начало. Это необходимое начало. Но это не конец. Это лишь начало. Но многие из нас именно на этом всё и заканчивают. Мы проповедуем Слово. Мы учим, что вера приходит от слышания. Мы говорим, что вера приходит от слышания. И подразумеваем, что вера приходит от слышания Слова, которое проповедуется. Я был так изумлён, когда увидел это. Здесь написано, как они будут проповедовать, если их никто не пошлёт. Я докажу вам, что это значит, что они не могут проповедовать, если они не услышали от Бога. Следуйте моим мыслям, потому что, скорее всего, чтобы в церкви это приняли, мне придётся проповедовать об этом вечно. Вот причина, по которой люди не получают результатов. Они думают, что вера приходит потому, что они слушают проповедь. Вера не приходит от того, что вы пришли и послушали проповедь. Знаете, что вы получили? Вы получили информацию. Вера не приходит только от одной информации. Информация — это начало, потому что без информации не будет откровения, а без откровения не может быть веры. Слушайте внимательно. Я сделаю общий обзор, а в следующих проповедях продолжу подробное учение. Настоящая вера приходит только, если человек слышит Бога. Недостаточно лишь слушать Божье Слово, нужно услышать Его от Бога. Недостаточно лишь слушать Божье Слово, нужно услышать Его от Бога. Два человека читают один и тот же стих Библии, но лишь один из них получает результат. Почему? Потому что, когда он изучал этот стих, Бог сказал ему сделать что-то. А, то есть он получил результат благодаря тому, что он услышал. Вот почему нельзя, услышав чьё-то свидетельство, сказать, «Я буду использовать тот же стих, потому что Бог нелицеприятен». Да, Он нелицеприятен. Но вы также должны понимать, что когда вы будете читать этот стих, Бог может сказать вам нечто совсем другое, а не то, что сказал тому человеку. Поэтому так важно, чтобы вы слушали, что Бог скажет вам, потому что Божьи Слова лично вас приведут к успеху. Божьи указания, данные вам, помогут отличиться от того, что Бог сказал другому человеку. Но и то, и другое основано на одном и том же стихе в Библии или одной и той же проповеди. Я могу проповедовать одну проповедь, но в этой проповеди может быть сто разных наставлений для тех людей, которые услышали Божий голос, звучащий сквозь эту проповедь. Настоящая вера приходит только от слышания Бога. Вот что это значит. Если вы не воспримете голос, звучащий сквозь проповедь, вы не получите настоящую веру. Если вы не воспримете голос, звучащий сквозь проповедь, вы не обретете силу настоящей веры. Слушайте. Вы не можете поступать по вере, если не будете слушать Бога и не будете следовать водительству Святого Духа. В противном случае слово превращается в букву закона. А Библия говорит, что букву убивает. А Дух животворит. Нельзя поступать по вере, не услышав от Бога и не следуя водительству Святого Духа. То, о чем мы говорили, — это начало веры. Читайте слово. Проводите время в размышлениях над словом. Зачем? Чтобы услышать голос Бога. Чтобы услышать Его голос. Все очень просто. Почему я призываю вас читать Божье Слово? Размышлять о слове. Чтобы вы были успешны, потому что вы сможете услышать кое-что. В Библии написано, что Бог покажет вам, как поступать мудро в делах житейских. Время, которое вы проводите с Богом, вы проводите для того, чтобы что-то услышать. Где моя Библия? Позвольте мне кое-что показать вам. Я давно об этом размышляю. Давно изучаю. Я думаю, что однажды я смогу собрать все это воедино. Я покажу вам несколько моментов. Настоящая вера приходит только от слышания Бога. Это уже прозвучало. Нельзя поступать по вере, не услышав от Бога и не следуя водительству Святого Духа. Это тоже прозвучало. Дьявол сказал Иисусу, бросься с горы, ибо написано. А Иисус ответил, ничего не делаю от себя, а делаю лишь то, что говорит мне Небесный Отец. Даже если что-то написано, Он говорит, я должен услышать. Когда мне нужно чудо, когда мне нужна победа, нужен результат, то это начинается не с моей веры, а со слушания Слова от Бога. И от этого появляется вера. Слово без животворящего Духа — лишь мертвые буквы. Это объясняет, почему один получает результат, а другой нет. Давайте откроем Деяние, 21 главу. Я объясню вам, почему в жизни этого человека происходило так много всего. Смотрите. Деяние, 22 глава. Надеюсь, вы что-то узнаете для себя. Я хочу помочь вам добиваться результатов, потому что если я смогу помочь вам, вы с радостью придете и на следующее служение. Вы будете ждать. Я не хочу, чтобы следующее служение было обычным. Я хочу, чтобы, приходя сюда, вы получали все необходимое, чтобы побеждать дьявола. Я хочу, чтобы, вернувшись, вы сказали, я получил результаты. Почему? Потому что вы проповедовали, и Господь сказал мне. Или я слушал запись проповеди, и Господь сказал мне. Посмотрите. Деяние, 22 глава, 6 стих. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба». Здесь мы видим Савла, позже известного как Павел. Далее написано, «Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Библия говорит, что другие люди видели свет, но только Павел услышал голос. Вы все видели этот стих, который я только что вам прочел. Я хочу спросить, кто из вас услышал голос, который прозвучал сквозь прочитанный мной стих? Бог желает говорить с нами. Бог желает говорить с нами не в общем, а конкретно о нашей ситуации. Вот на что я хочу обратить ваше внимание. Свет — это надежда. Свет — это надежда. А голос — это конкретика. Когда вы читаете Библию, вы видите то, что потенциально доступно для вашей жизни. Когда вы читаете Библию, вы читаете о том, что можно ожидать в жизни. Надежда — это то, что вы ожидаете. Свет слова — это надежда. Минуточку. Голос — это нечто конкретное. Голос — это уже конкретно. Вот что я хочу показать вам. Если у вас будет только свет, который есть ваша надежда, но никогда не услышите голос, звучащий сквозь этот свет, тогда вы никогда не получите ничего конкретного. У вас будет лишь множество надежд, надежд неосуществленных. Библия говорит, что от неисполняющихся надежд болит сердце. Я достану еще кое-какие свои заметки. Многие люди ходят в церковь и слушают проповеди. Но сколько из них действительно слышат голос, звучащий сквозь эти проповеди? Свет, о котором идет здесь речь, представляет собой надежду, а голос — осуществление этой надежды. Если вы видите Божий свет, но не слышите его голос, это значит, ваша надежда не имеет перспектив. Вы видите свет, но не слышите голоса. Если вы слышите проповедь, но не слышите голос, звучащий через эту проповедь, ваша надежда не имеет перспектив. А вера — это осуществление ожидаемого, того, на что вы надеетесь. Для того, чтобы у вас была вера, которое есть осуществление ожидаемого, если вы прочли или услышали отрывок из Библии, вы обрели надежду, и вы начинаете ожидать этого. Но осуществление ожидаемого зависит от того, услышите ли вы голос от Бога, обращенный лично и конкретно к вам. А для этого необходимо время. Для этого нужно время. Несерьезный христианин никогда не идет дальше надежды. Он уходит лишь с надеждой. Почему? Потому что он не желает делать больше того, что делает. У него много надежд. Он знает наизусть много стихов из Библии. Он может рассказать нам о Библии, но не может показать результатов. Почему? Потому что он ничего не услышал. Почему он ничего не услышал? Потому что не уделил достаточно времени, чтобы приблизиться к Богу. Он не уделил достаточно времени, чтобы приблизиться к Богу. Так легко продолжать проповедовать проповеди, наполненные надеждой. Но когда я начинаю говорить о том, что возлагает на вас ответственность за вашу жизнь Вот тогда меня не любят Поймите, я не несу ответственность за ваше поведение Я могу проповедовать о том, что даст вам надежду Но вы должны поднять это на следующий уровень Уделить достаточно времени размышлениями об услышанном Отнестись к этому серьезно Вам не удастся скрыть лицемерие перед Богом и перед людьми Которые разбираются в том, как должно быть на самом деле У вас может быть много надежд, но если вы не слышите Божьего голоса То у вас не будет никаких результатов, а лишь десятки зазубренных стихов из Библии Это нужно знать Больше ничего не будет Есть люди, которые довольствуются таким христианством Я нет Я уже долго стою на этом месте и не собираюсь сдаваться Мне нужно все то, что есть здесь И я готов уделить время тому Чтобы услышать Божий голос Бог хочет говорить с нами Никогда не было проблем с тем, что Бог не хотел бы говорить Дух Святой желает направлять нас и вести нас Он желает наставлять нас в истине Он желает возвещать нам будущее Он страстно желает говорить с нами Он хочет говорить с нами Он хочет разговаривать И услышать Его не так трудно Не так трудно, как вам кажется Если вы будете искать Его Если вы будете жаждать Его Вы услышите Его в Своем Духе Бог заговорит с вами И вам лишь нужно будет исполнить Его указания Чтобы ваша надежда стала реальностью А мы берем Божье Слово Как потенциал И стараемся задействовать этот потенциал Игнорируя конкретику Конкретика — это то, что Бог сказал лично вам Я не говорю о том, что Бог сказал всем через пастора сегодня Я лишь даю вам надежду Но я молюсь, что всякий раз, когда я проповедую Звучит вторая проповедь Аллилуйя Первая проповедь привлечет ваше внимание Первая проповедь сфокусирует ваши мысли Первая проповедь наполнит вас жаждой Вы будете внимательны Не будете спать А ведь бывают люди, которые даже надежду не получают Они видят сны Когда вы приходите сюда с жаждой Тогда вы внимательны Если вас клонят ко сну, не мучьте себя Просто купите диск с записью Вы впитываете в себя проповедь Слушаете и слушаете И вдруг Святой Дух обращается к вам Именно это и нужно записать Не нужно записывать все, что исходит из моих уст Вот как нужно записывать Приготовили ручку и блокнот И приготовили записывать голос, который будет звучать сквозь проповедь Зачем записывать всю проповедь? Купите диск с записью Вот что должны вы записать Когда проснешься завтра, сходи туда, сделай то и скажи это Вот это и запишите Потому что это осуществление вашей надежды Вера Приходит от слышания И слышания Слова Божия Пока не исцелится ваша духовная глухота Вам нужно исцеление Я возлагал руки на свои уши и говорил Господи, исцели мои уши, чтобы я мог тебя слышать Физически я хорошо слышу Но мне нужно слышать Бога С Богом все в порядке Он говорит Проблема всегда в нас Пока не исцелится наша духовная глухота Не надейтесь на великие свершения Великие достижения не случаются лишь потому, что вы приходите в церковь и слушаете проповедь Свершения — это великие достижения Великие свершения возможны только после того, как вы получите исцеление от духовной глухоты Это служение началось не потому, что я услышал хорошую проповедь Это служение началось потому, что когда я слушал хорошую проповедь, я услышал Божье Слово Когда проповедник проповедовал, я услышал Слово Услышал Слово «Изменяющий мир» Я услышал эти слова впервые «Изменяющий мир» Эти слова взорвались в моем духе. Я записал эти слова. Что это было? Иногда Бог дает нам откровения по частям. Потом я был в другой церкви и слышал другую хорошую проповедь. И сквозь ту проповедь я услышал что-то еще и записал это. Что это? Бог дает мне части мозаики, то, что мне нужно для успеха. Но нельзя быть духовно глухим и при этом иметь великие свершения. Нужно слышать, что говорит Бог. Мне нужно слышать, что Он говорит. Нам нужна вера для великих свершений. Даниила 11, 32. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Почтение в данном случае — это знание Бога, выходящее за рамки надежды. Знающие Бога будут творить великие дела. Знайте Бога по Его голосу. Знайте, что Он говорит вам. Старайтесь услышать Божий голос на фоне проповеди, которую слушаете в церкви. Позвольте мне показать вам кое-что, что сильно коснулось меня, а потом поговорим об этом. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 10 главу. Начнем с 3 стиха. «Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их». Он зовет своих овец по имени и выводит их. 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними». Я сказал, Он идет перед ними. Он идет перед ними. Почему? Потому что в этом случае им не нужно волноваться, что они попадут в ловушку. Господь пастырь мой, Он идет перед ними. Слушайте дальше. Он идет перед ними. «А овцы идут за Ним, потому что знают голос Его». Он идет перед ними, а овцы идут за ним. Почему? Потому что знает голос Его. Он идет перед ними. «Спасибо тебе, Господи, что Ты идешь перед нами. Спасибо тебе, Господи, что Ты идешь перед нами. Мы хотим следовать за Ним». Но кто из вас знает, что за Ним трудно будет следовать, не зная Его голоса? Я следую за Господом. А что Он говорит тебе? Я не знаю, я просто христианин. Ты заблудился. Столько христиан потеряны. Они годами блуждают, не зная, что делать со своей жизнью. Где ваш лидер? Я не знаю. Но когда я обрел спасение, я четко слышал Его голос. Я последовал за Ним. Но потом стал делать то, что мне хотелось. Минуточку, но ведь Он идет впереди нас. Я следую за Ним. Я знаю Его голос. Он идет передо мной. Господь мой идет предо мной. Бог мой идет предо мной. А это значит, мне нужно подчинить себя Его руководству. Евангелие от Иоанна, пятая глава. Угу. Иоанна, пятая глава. Тридцатый стих. Здесь мы читаем слова Иисуса. Иисус говорит. Я ничего не могу творить сам от себя. Что же мы возомнили о себе? Иисус сказал. Я ничего не могу творить сам от себя. Читаем дальше. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен. Потому что я слышал Его. Я не могу судить сам. Но как слышу, так и сужу. И мое суждение правильно. Почему? Потому что не ищу моей воли. Но воли кого? Воли кого? Воли кого? Воли кого? Не будем забегать вперед. Ибо не ищу моей воли. Но воли пославшего меня Отца. Послушайте, что Он сказал. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу. Как слышу. Как слышу. Как слышу. Как слышу. Все, что я могу делать, я делаю. Потому что я слышу. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен. Ибо не ищу моей воли. Я слышу, потому что не ищу своей воли. Но воли пославшего меня Отца. То есть, посланные могут слышать. Посланные слышат. И я слышу. Потому что я исполняю не свою волю, но волю пославшего меня. Когда вы слышите голос того, кто направляет вас... О, Иисус! Не говорите мне, что вы не апостол и не можете слышать Божий голос. Посланные слышат. Посланные слышат. Как они будут проповедовать, если их не пошлют? Или... Как они будут проповедовать, если не услышат? Как им проповедовать, если они не слышат Его голоса? Посланные слышат. Вот о чем здесь идет речь. Здесь не говорится, что они не могут проповедовать, если их не позовут проповедовать. Речь не об этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова